Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Тревожная находка. На перекрестке Ленина и Бориса Ручьева была обнаружена граната. Как оказалось, это был муляж. Встречают юбилей и ведут реконструкцию. Исполнилось 90 лет Копровому цеху Магнитогорского металлургического комбината. Покорители вершин в Магнитогорске состоялись открытый чемпионат и первенство спортивной школы номер один по скалолазанию. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Полвека на страже законности. Регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции Магнитогорска отметило 50 лет со дня образования. За это время менялось название службы места дислокации, неизменным остался функционал. Все эти десятилетия РЭО занимается регистрацией и учетом транспорта, выдачей и обменом водительских удостоверений и приемкой экзаменов у курсантов автошкол. На торжественной встрече по случаю юбилея побывала наша съемочная группа. Несмотря на праздник в регистрационно-экзаменационном отделении Госавтоинспекции Магнитогорска обычный рабочий день прием граждан. И лишь в перерыве сотрудники РЭО получают возможность принять от руководителей поздравления с юбилеем службы. Вообще экзаменационное подразделение, оно регистрационно важную роль играет в жизни города. От вас зависит, какие у нас водители приходят к нам на дороге, как они управляют транспортным средством. Я считаю, что эта работа нужна и важна, потому что вами делается огромная работа. От вас зависит в том числе и безопасность на наших дорогах. От себя лично и от подразделения, не входящих в РЭО, это отдел и батальон. Поздравляю с праздником, счастья, здоровья. Ветеранам отдельный поклон. Удачи вам, господа. Спокойствие, добрых, вежливых граждан, чтобы физ не виз, чтобы наши базы работали всегда. Поздравляю еще раз. И ветеранам отдельное спасибо за опыт, который был передан нам, за понимание, за выдержку. Ветераны службы присутствовали на празднике. Они хорошо помнят, как все начиналось. Регистрационно-экзаменационное отделение появилось в Магнитогорске 13 февраля 1974 года. Первоначально оно располагалось в полуподвальном помещении в левобережной части города. Затем РЭО было передано одноэтажное здание на Чайковского, 38. Спустя еще несколько лет оно переехало на Советскую, 4, а сегодня базируется на Советской, 42. Риф Мусаевич Губайдулин трудился в отделении с 1985 года. Начинал с автоинспектора, ушел на пенсию в должности заместителя начальника РЭО. Говорит, работа специалистов тогда и сейчас – это большая разница. Раньше в Мухшенише все от руки заполняли, там 4 карточки, 4 экземпляра. Паспортисты вручную, реестры все вели, вручную техпаспорта заполняли, все это вручную делалось. Это сейчас совсем другое дело. Правда, и требования гораздо сейчас выросли сильнее, больше может быть подделок, качественнее. Следить надо еще пристальнее, да? Очень даже надо пристальнее, потому что уже преступность, она, как говорится, растет. Сегодня, как и 5 десятилетий назад, в функции службы входят регистрация и учет транспортных средств, выдача государственных номеров, прием экзаменов у кандидатов в водители, выдача и обмен водительских удостоверений. В прошлом году подразделениям было выдано 9 тысяч прав на управление автомобилем и проведено свыше 40 тысяч регистрационных действий с транспортными средствами. При этом, благодаря современным технологиям, ушло в прошлое томительное ожидание в очередях. Более 82% граждан обратились к нам в электронном виде. То есть, чем удобен портал госуслуг, то есть, граждане записываются на определенное время, на определенную дату, приходят за 5-7-10 минут до назначенного времени, подают документы, то есть, не ожидают в очереди, не стоят, не ждут, не надо по два, по три раза приходить к нам. За достижение высоких результатов оперативно-розыскной деятельности, образцовое исполнение служебного долга и выполнение особо сложных и важных задач действующие сотрудники службы получили благодарности. Особо отличившимся сотрудникам, а также ветеранам службы были вручены юбилейные медали. Среди награжденных Алексей Вершинин, государственный инспектор безопасности дорожного движения, трудится в РЭО с 2019 года, помогает людям решать вопросы, связанные с онлайн-регистрацией. В мои обязанности входят, в основном, это помощь для записи граждан на портале государственных услуг. То есть, если у граждан возникают любые вопросы, связанные с постановкой транспортных средств на учет, они могут обратиться к нам в подразделение, в 102-й кабинет, прийти, задать этот вопрос. Я помогу создать заявку, подтвердить аккаунт на госуслугах, сделать запись. То есть, все необходимое мы проведем, поможем любые абсолютно вопросы. Сегодня в штате РЭО порядка 30 аттестованных сотрудников своим главным достижением. Они считают создание максимально комфортных условий для приема и обслуживания граждан. Задача на ближайшие годы службы – сохранить достигнутое и не останавливаться в развитии. Евгения Солокудинова, Вячеслав Гусев, Телекомпания, ТВН. Полицейские задержали курьера мошенников, который забирал деньги у пенсионеров. В течение трех дней злоумышленники пытались обмануть двух магнитогорцев почтенного возраста и вымануть их в крупные суммы. Подробности далее. Злоумышленники звонили магнитогорцам и представлялись сотрудниками силовых структур. Они сообщали своим жертвам, что их родственники совершили серьезное ДТП, за которое грозит уголовная ответственность. Испуганные пенсионеры соглашались на все условия мошенников. Пожилые люди безоговорочно отдавали приходившему курьеру озвученные по телефону суммы – от 100 до 200 тысяч рублей. Далее выяснилось, что с родственниками все в порядке. Пожилые люди обратились в отдел полиции Орджоникидзовский ОМВД России по городу Магнитогорску. Сотрудники уголовного РОСКО в ходе кропотливой аналитической работы установили предполагаемый маршрут передвижения подозреваемого, его приметы и предприняли все необходимые меры, направленные на его задержание. Курьером, которого удалось задержать в одном из торговых центров Магнитогорска, оказался 20-летний житель города Сибая. Выяснилось, молодой человек нашел непыльную работу в одном из мессенджеров. Все полученные от обманутых пенсионеров деньги он сразу переводил через банкоматы своим заказчикам, оставляя себе определенный процент от суммы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Магнитогорска. На данный момент решается вопрос о выдворении подозреваемого в изолятор временного содержания. К слову, это уже девятый курьер, пойманный в этом году сотрудниками правоохранительных органов по горячим следам. Дина Столярова, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске на одном из центральных перекрестков города была обнаружена граната. Опасная находка лежала на снегу и была замечена пешеходами, которые немедленно вызвали на место происшествия полицию. Подозрительный предмет, похожий на гранату, был обнаружен в утренние часы в районе дома 129 по проспекту Ленина. Слухи о находке быстро распространились, и вокруг места происшествия собралось большое количество людей. В первую очередь это страх, потому что сейчас такая обстановка в мире неспокойная, и очень много недоброжелателей, и людей, которые все-таки хотят напакостить мирным людям. Конечно, страх за детей, за людей. Я считаю, что это полное безобразие, безответственность. Это чьи-то плохие шутки. К добру это не приведет, и такое недопустимо. Если кто-то пошутил, это просто недопустимо. Я считаю, что нужно постараться найти тех хулиганов, которые бы ответили за свои поступки. После прибытия правоохранительных органов на место стало известно, что найденная граната на самом деле является муляжом. Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сообщение, выехали на место и детально осмотрели его. Обнаружили атрибут, предназначенный для спортивных игр. Указанный предмет сотрудниками полиции был изъят. Причин для беспокойства нет. Подобные муляжи гранат часто применяются в спортивных мероприятиях и не несут никакой опасности. Они выполнены из материалов, не содержащих взрывчатых веществ, чтобы минимизировать риск травмирования. На данный момент полиция проводит проверку, чтобы установить, каким образом муляж гранаты оказался на перекрестке. Татьяна Артемко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Исполнилось 90-е лет Копровому цеху Магнитогорского металлургического комбината. Он был организован 14 февраля 1934 года приказом директора Авраамия Завинягина. Задачей нового производства стала переработка металлического лома, необходимого для выплавки стали в мартеновских печах. Производственная площадка, с которой все начиналось в далеком 34-м, действует и поныне. Сегодня на этом месте расположен старейший и крупнейший цеховой участок номер один. Подробности в нашем сюжете. Необходимость использования металлического лома на Магнитогорском металлургическом комбинате была учтена еще на стадии проектирования мартеновских цехов, в которых были предусмотрены специальные копровые дворы. В их задачу входило разбивать крупные куски скрапа, изношенные изложницы, волки, отработавшие механизмы и тому подобное. Через год с небольшим после пуска первой доменной печи начинаются подготовительные работы по организации специализированного цеха. Название ему дала установка, которую сегодня редко можно увидеть даже на кадрах кинохроники. Деревянная конструкция, на которой лебедкой поднимался груз весом от полутора до трех тонн, который затем сбрасывался на металлический лом и дробил его. Сегодня копровый цех – это три больших участка, расположенных на разных площадках Магнитогорского металлургического комбината в непосредственной близости от сталелитейных цехов. Сейчас мы на первом самом крупном участке цеха, откуда металлошехта чаще всего идет в ККЦ. Но до этой отправки лому предстоит пройти немалый путь. Сначала его нужно принять. География поступления металлолома в Копровый – вся Россия. И, конечно, сам комбинат. Важный этап приемки – проверка соответствия пришедшего лома заявленному в документах. Чермет, черновой вид металла, перегруз. Перегружать, просто перегружать. Есть негабарит металл, присутствует. Я передаю в диспетчерскую, что металл негабаритный, требует, например, резки. Или металл, который нужно прессовать. Пресс. Вот таким вот образом. Часть негабаритного лома обрабатывается на больших прессах. Пресс состоит из загрузочного короба и крышки. Внутри – пластины для продольного и поперечного прессования. Итак, крановщик заваливает в короб металл, а прессовщик запускает пресс в работу. Внизу там у нас находится машзал, основное оборудование – электродвигателя, гидравлика. Здесь, получается, вот эта крышка, она закрывается. А внизу еще три ступени. Их все это, получается, сдавливает. То есть крышка, потом третья ступень и четвертая. И получается, вот, ну, более-менее прямоугольный, такие, ну, прессованный металл получается. Где-то около от трех до пяти тонн. Еще один способ разделки металлического лома – огневая резка. На первом участке работают огнерезные колоннады для листов и крупных металлоконструкций. Рабочие с помощью газовых резаков делят крупные части лома на более мелкие, чтобы удобно было транспортировать и загружать в электросталеплавильные печи. Огнерезка – место повышенной опасности. Это и работа с газовым оборудованием, и температурные факторы. Работают подвое. Так сподручнее, да и безопаснее. Приглядывают друг за другом. Коллектив дружный, общительный. Помогут, подскажут, посоветуют, поддержат. Как бы уже четвертый год ни разу не усомнился. Сегодня заказчики предъявляют к металлургической продукции самые высокие требования. Зависит качество производимого металла, в том числе и от лома, от его количества, чистоты, содержания тех или иных примесей. Для того, чтобы регулярно выдавать металлошехту самого высокого качества, в Копровом цехе сегодня полным ходом идет большая реконструкция. В этом году мы должны запустить новая колоннада. Должна у нас войти в работу. Это вообще очень давно не строили новых колоннад. Там 50-е, наверное, годы последние эти. Ну, а после этого только реконструировали, ремонтировали. А это будет совсем новая колоннада с новыми возможностями. Это ломо-перерабатывающая оборудование, двое, пресс-ножниц, две единицы. Пресс-ножниц мы в этом году их уже закупили. Сегодня практически 100% стали идет в переработку. Этот металл до сих пор является краеугольным камнем нашей цивилизации, двигателем социального развития. Немалая роль в этом принадлежит и Копровому цеху, который ежедневно, вот уже 90 лет, поставляет в столеплавильные цеха Магнитогорского металлургического комбината качественную металлошифту. Всех с праздником, с 90-летием Копрового цеха. Всем удачи, самое главное – здоровья, мирного неба и всего самого наилучшего. Галина Смирнова, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВН. Созвездие Магнитки – связь поколений. Такова будет тема традиционной краеведческой игры для школьников «Моя магнитка». Это интеллектуальное состязание для маленьких горожан уже много лет проходит под эгидой городского собрания депутатов и собирает под свои знамена более 30 команд. Главный приз – переходящий кубок МГСД. Его председатель Александр Морозов в интервью нашему корреспонденту рассказал, какие новшества ждут участников. Краеведческая игра для школьников «Моя магнитка» на Кубок МГСД организована Управлением образования, городским собранием депутатов и Дворцом творчества детей и молодежи. Проводится она ежегодно с 1999 года и проходит три этапа – подготовительный, районный и городской. Темы для каждой игры определяются разные, что позволяет участникам вполне ознакомиться с историей города и края. Юбилейный для Магнитогорска год объявлен президентом страны годом семьи, что получило отражение в концепции и названии игры – созвездие магнитки «Связь поколений». Анонсируя игру этого года, председатель городского собрания Александр Морозов высказал пожелание, чтобы в ней приняло участие как можно большее количество школьников. Вот городу Магнитогорску 95 лет – это солидный возраст для человека, а для города мало. Город молодой, но за это время сделано очень много хорошего, доброго, интересного. И в Магнитке жили и живут сейчас замечательные люди. И события, происходящие в городе, были грустные, были веселые, но все они яркие, и их много. Надо знать, надо помнить. Если мы хотим, чтобы наши дети были такие же, как мы, грамотные, начитанные и любящие свой родной город, мы должны их учить этому. Вот это мы и делаем через игру краеведческую «Моя магнитка». Традиционно в ходе игры школьники знакомятся с политической, трудовой, культурной, спортивной жизнью Магнитогорска. Школьники получают возможность встретиться с интересными людьми, узнать о судьбах земляков, героев войны и труда, активнее включиться в работу по сохранению памятных исторических мест города. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше магнитогорских школ сформировали команды и приняли участие в этой игре. Я прошу детишек, наших школьников, девчонок и мальчишек, чтобы они подергали своих педагогов, чтобы они потеребили завучей и директоров школ, и побудили директоров, завучей и педагогов сформировать команду, чтобы команда была от каждой магнитогорской школы, чтобы все дети знали историю нашего родного края, города. Регистрация участников и прием заявок продлится до 27 февраля, после чего в 20-х числах марта стартуют онлайн-этапы в младшей и старшей лигах. 3 апреля запланирован Кубок Открытия. С 16 апреля финалы. К другим темам. Чем раньше, тем лучше. Чуть больше года в России реализуется федеральная программа проведения неонатального скрининга. Если до 2023 года новорожденных проверяли на 5 генетических заболеваний, теперь на 36. Каковы результаты действия программы в Магнитогорске, узнавала Елена Старостина. Пяточка так в шутку называют неонатальный скрининг родители и сами врачи. А все потому, что кровь для обследования берут у малышей именно отсюда. Год назад расширенный скрининг на 36 генетических заболеваний стали делать и в Магнитогорске. Всего в 2023 году обследовали 4824 новорожденных, в том числе около 1000 детишек из ближайших районов. В результате у пяти малышей обнаружены серьезные генетические заболевания. У нас два ребенка с врожденным гипотириозом. Они начали раннюю заместительную терапию гормонами щитовидной железы, что позволяет нам предположить, что у них с интеллектом будет все нормально. Два ребенка с винилкетонурией. Это такое тяжелое тоже наследственное заболевание, связанное с обменом. Дети лечатся тем, что получают специализированную диету, безбелковую диету. Первичный иммунный дефицит обнаружен у одного малыша. Еще в роддоме от него отказались родители. Теперь ребенок проходит лечение в доме малютки. Еще два диагноза не подтвердились. Анализы у нас уходят в два учреждения. На пять наследственных заболеваний нам делает лаборатория Челябинская, областного перинатального центра, лаборатория неонатального скрининга. И на 36 заболеваний делает Екатеринбург, межрайонная лаборатория неонатального скрининга. При необходимости биоматериал доставляют и в Московский центр медицинской генетики. В течение 72 часов там проводят более точное обследование. Главная цель – обнаружить заболевания в первые дни жизни ребенка. Тогда шансов на выздоровление или улучшение состояния в разы больше. Ведь многие болезни проявляются только в дошкольном или даже школьном возрасте. Но уже поделать ничего нельзя, потому что уже повреждающее действие вот этих токсических продуктов на мозг уже произошло. Но даже серьезные последствия порой не останавливают родителей. Есть и те, кто отказывается добровольно от бесплатного обследования. То, что говорят родители, что жалко колоть пяточку, это просто люди не понимают, какие могут быть последствия тяжелые. И что уколоть пяточку, тем более новорожденным, это не больно. Ну, как бы, может быть, какая-то немножко неприятная процедура, что там ножку удерживают, но у них пока там болевых рецепторов нету. А мамы вот так вот. У нас один отказ. За год у нас один отказ. Это плохо. Потому врачи призывают не отказываться от проведения обследования новорожденному малышу, чтобы потом не было мучительно больно. Елена Старостина, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Художница из Магнитогорска стала призером Всероссийского конкурса детского творчества «Артсреда». Он проводился при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Авторитетное жюри возглавил известный художник Зураб Церетели. Из двух тысяч присланных работ только 179 были допущены экспертами в отборочный тур. 45 из них попали в финал. В число финалистов вошла наша землячка, 15-летняя Елизавета Новоселова. Ее работу получила высокую оценку Церетели и заняла второе место. Попробовать свои силы в одном из самых рейтинговых российских конкурсов детского творчества Лизе Новоселовой предложил ее педагог Елена Щербакова. Азы графики и живописи в детской художественной школе юная художница постигает уже пять лет. Если в первые годы обучения Лиза никак себя не проявляла, то в последнее время у нее появились очень интересные работы. Их и решили представить на суд экспертного жюри. Повзрослела, наверное, у нее появились какие-то мысли, идеи в голове, которыми хочется поделиться с миром. Конкурс очень рейтинговый, он всесоюзный. Арт-среда – это такое название, которое, наверное, характеризует все, что окружает ребенка, юного художника в его жизни. То есть та среда, в которой он живет, и то, про что он хочет рассказать. Можно было отправлять много работ, то есть в каждой номинации по одной работе. Лиза отправила, зарегистрировалась на этом конкурсе и отправила туда несколько работ. Юным художникам предложили на выбор пять конкурсных номинаций. Натюрморт, пейзаж, жанровая декоративная композиция и набросок. У Лизы были отобраны работы для первых четырех. Но в последний момент художница решила отправить работу и для пятой конкурсной номинации. Это просто было спонтанное такое решение Лизина, потому что она рисовала это как-то вечером. И в результате вместе с остальными работами, заодно, чтобы уже добить номинацию наброски, зарисовки, она отправила ей эту работу. Не сразу успела. Нужно было отправить в 15.00, и я ее отправила ровно в 15.01, но мне засчитали. Именно этот набросок, выполненный художницей всего за 30 минут, неожиданно для всех и выстрелил в конкурсе. Зарисовку Лиза назвала «Мое окно». В ней девушка изобразила свою комнату, центральное место в которой заняло окно с видом на город. Она светлая, просторная. И когда еще брат и сестры не переехали в Челябинск, тогда мы вместе играли в какие-то игры. Сначала я создавала работу в родительской комнате в спальне, но у меня не получилось. Я решила переделать, и после третьей попытки я решила отправить вот эту работу, потому что она мне показалась более чистой, более аккуратной. Ее работа вроде бы как бы небольшая, но показалась она членом жюри конкретно Зурабу Царетеля очень такой интересной, и поэтому она получила второе место. Это очень престижно, потому что работы было очень много, а финалистов было очень мало. Она, конечно, легкая такая, интересная тем, что она сделана от души, в ней есть настроение, и поэтому, наверное, она так впечатлила. Второе место во всероссийском конкурсе стало первой серьезной победой Лизы Новоселовой. Сейчас юная художница готовится к новым творческим состязаниям. Она считает, что это поможет ей лучше узнать свои возможности и раскрыться в будущей профессии. Ну, сначала я пошла не по своему желанию, но потом, когда я познакомилась с Еленой Александровной, я поняла, что мне это очень нравится, я хочу как-то себя испытывать. И сейчас я хочу пойти на архитектуру в МГТУ учиться. Вот, поэтому это будет связано чуть-чуть. Вот то, что сейчас я получаю, какой опыт, он мне пригодится при поступлении и в дальнейшем. Татьяна Артеменко, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Покорители вершин. В Магнитогорске состоялись открытые чемпионаты и первенство спортивной школы номер один по скалолазанию. Соревнования провели в дисциплине «Лазание на трудность» на скалодроме легкоатлетического манежа спортивного клуба «Металлург Магнитогорск». В состязаниях приняли участие около 70 человек, в их числе как профессионалы, так и любители. За финальными испытаниями наблюдала наша съемочная группа. Второй день соревнований. В финал вышли участники, которые прошли квалификацию. В их числе Максим Ирклиенко. Он занимает оскалолазанием около 8 лет, имеет третий спортивный разряд. Максим максимально приблизился к заключительной оттяжке, но дойти до топа не получилось. Говорит, не хватило выносливости. Трасса не очень сложная, не получилось в самом конце, последнее движение. Устал просто, получается. Трасса одинаковая для всех участников, и для взрослых, и для юных спортсменов. Она имеет разнообразный рельеф и проходится с нижней страховкой. На этапе просмотра требуется разложить трассу, так сказать. Для этого нужно знать какие-то основы, какая зацепка держит, логически рассуждать. То есть и тактика, и стратегия нужны обязательно. Плюс физические показатели, силовая выносливость прежде всего. Для этой дисциплины нужна силовая выносливость. Шаг за шагом по отвесной стене делает Данил Сафронов. В своей категории он покажет лучший результат, а пока дает интервью и делится впечатлениями. Говорит, трасса интересная, но сложная. Самый сложный момент был, когда между зеленым таким рельефом две оттяжки, которые очень далеко друг от друга находятся. Не только тут силы нужны, но и выносливость, силы ног и рук таких. Ксения Гребенникова занимается скалолазанием четвертый год. Говорит, когда-то на пробное занятие ее позвал брат. Попробовала, понравилось. Теперь школьница мечтает подняться на пьедестал крупных престижных соревнований, а пока третье место. Я могла лучше, просто силы быстро кончаются. Но был страх, что с нижней лезешь, и сил не хватило, руки зажались в одном месте. Вообще, трассы сложные, но преодолеть их можно. Эти соревнования проводятся впервые, но по численности участников не уступают городским, говорят организаторы. Городские соревнования – это хорошо, но вот у нас здесь в Манеже традиционно они в конце года проводятся. Вот мы ввели еще соревнования в начале года, чтобы они с самого начала года уже, так скажем, вошли сразу в нужный ритм и начали соревноваться уже в этой возрастной группе. Организатор соревнований – спортивный клуб «Металлург Магнитогорск» проводим с основной целью выполнения разрядов и получения опыта детьми, которые перешли в новые возрастные группы. Возможность проявить себя у скалолазов еще будет. Впереди межрегиональные старты. Они пройдут в Екатеринбурге на следующей неделе. А пока есть время, чтобы провести работу над ошибками и улучшить свое мастерство. Ольга Аникина, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 15 февраля. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова